Господин хороший. И какие списки, может быть, составлять? Вот что им говорить? Ну, раньше говорили, да, как ты говоришь. Ну, потому что они завалили наш рынок какими-то эплами дорогостоящими, чудовищными, которые надо менять два раза в год за жуткие деньги. Как может себе позволить российские трудящиеся обновлять это? То есть, передача контрольная закупка, как... Да, 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 обязательно в Купертино, да, с чемоданом Нала. То есть, передача контрольная закупка, экспертиза и народная экспертиза, и после этого список кого это будет? Да, это говно ваш GPS, он не то показывает, да? Ну, это же понятно, наш ГЛОНАСС всегда лучше был. А нет, именно, именно. Еще до того, как его придумали, он уже был лучше. Иначе ужас, а компьютеры... Вы что скажете, в чем еще можно обвинить сейчас, например... Которые тоже придумали. Лох соединяет. А у вас негров не вешают. А линчуют, например. А, что хватит... Нет, уже не линчуют. Или не выполняют план по невешению негров. Ну, то есть, всегда же можно найти... То есть, нужно придумать просто то, что называется... Разучились негров, конечно. Опять же, доллар вреден. Что-то у нас... Кстати, да, можно, в общем, политкорректность в нашей программе сегодня зашкаливает. На президента намекнуть. Что? 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 На президента намекнуть, да. А, что у вас негр-президент? Ну, ребят, ну это мы вообще скатимся уже куда-то. Нет. Нет, я вот, я ближе к Антону, что действительно, что нас порабощают электроникой, и что интернетом, и айпэдами, и айфонами, и мы не можем, и все время мы вынуждены новые покупать, и все время гаджетами новыми хвалимся друг перед другом. Это действительно такая болезненная реформа электронная. И то, что еще самое болезненное в покупке гаджетов, что за них приходится платить, а потом еще платить за программы, потом платить за все остальное. Вот так мы плавненько переходим к теме собственности и прав в интернете. Потому что у нас в стране обнаружились пострадавшие от хищения интеллектуальной собственности, и у нас сидит один из ярчайших представителей, Дмитрий Конов, генеральный директор российского представительства Universal Music. Точно. Дмитрий, расскажите, кто, где, как у вас воруют? Ну, воруют все. Так. Обычная история. Везде и всегда. Да, да, да. Ну, опять-таки, если говорить серьезно, то, к сожалению, у мейджоров сложилась репутация. Поясните. Мейджоры – это большие звукозаписывающие компании, я работаю с музыкантами. Сколько у вас таких? Трое осталось. Трое. Да. Нас было трое мейджоров, и мы поделили территорию. Да, да, да. У киношников чуть больше, но тоже, в общем, число, насколько я помню, нечетное, пять, по-моему, осталось. Смысл, однако, состоит в том, что вот у мейджоров всю дорогу такая какая-то плохая карма, мы все время кажемся борцами с техническим прогрессом. На самом деле, нет ничего лучше, чем интернет, кстати, тоже придуманный в Америке, вот за что еще можем. Это Сноуден, это Быков пишет. Вот. Сноуден рассказал, куда это все привело. Да, 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 да. Но, тем не менее, ситуация такова, что никто не борется из производящих контент, то есть производящих, как бы, интеллектуальную продукцию, никто не борется с пользователем. Просто очень хочется сесть и договориться с интернет-индустрией о прекрасных взаимных способах обогащения. Уж не знаю, куда интернет-индустрия, я все время буду Кантона апеллировать, хотя, в общем, он нас ассоциируется с интернетом, но не столько с индустрией, сколько... Может, у вас не карма, а догма плохая? Почему же? Поделиться со всеми? Плохая догма? Нет, ну, вы говорите, там, извините, что мы обращаемся, сами мы не местные, мы из Америки. Дмитрий, а сколько, вот, сколько стырили-то? Ну, стырили достаточно, думаю, что... Достаточно на что? Достаточно для нас. Ну, смотрите, в 88-м году музыкальная индустрия в Российской Федерации, независимыми, к сожалению, опять-таки, американскими источниками, оценивалась в 250 миллионов, а спустя 4 года или 5, оценивается в 55. 55 миллионов? Миллионов, да. Дубри, долларов. Долларов, да, вот, соответственно, взяла и в 5 раз как бы скукожилась. Потому что, Дима, искусство принадлежит народу. Я бы рекомендовал чаще выключать человеку микрофон, человеку из Лондона микрофон, потому что он-то как раз покупает все в iTunes, потому что почему-то английское пресловутое правительство, вот такое странное с точки зрения, там, иммиграции всего на свете, каким-то образом следит за покупками людей. Ну, моя мечта купить iTunes. Я пока покупаю все в iTunes, но мечтал не так. Ну, в принципе, сейчас 26 ресторанов, если будет 226, то можно будет купить процент. Я поменяю один к нам. Но если говорить серьезно... На 8 мелодий. Коллеги, если говорить серьезно, очень коротко, потому что программа веселая, время позднее, и я думаю... Я сейчас секунду, это вот цифры, 55 миллионов, это вот, это что украли или это что недополучили? Это что осталось. А во сколько вы бы оценили, если бы, скажем, было цивилизовано? Ну, оценили бы, ну, я думаю, что в полмиллиарда, наверное, реально, как бы объем... То есть в 10 раз больше. Индустрии, да. При этом, соответственно, самое важное и самое обидное для меня, я частично продавец, а частично помогаю поэтам. Мне обидно то, что, ну, процентов 20 из заработанного однозначно бы пошло в развитие. То есть однозначно бы пошло бы в новых музыкантов, которым сейчас приходится, соответственно, петь про Путина и РЖД, а можно было бы... У меня все хорошо, вы, наконец, апеллируете. Я предлагаю вам провести краткий опрос. В смысле? Кто из присутствующих за этими двумя столами, а также за этими стульями, готов платить за... Ну? Я готов. Я готов. Все готовы. А у меня вопрос... Я не готов. Вы не готовы. А я и плачу. У меня встречный вопрос. Я плачу всегда. Вопрос к Дмитрию встречный. Скажите, а вам когда-нибудь приходилось пользоваться, скажем так, не тактично приобретенным контентом? Не будем говорить слово ворованным. Вот не лично? Да. Конечно, я же русский. А мы-то хотели, мы-то скажем, нет, а мы скажем, как же, кассеты, что ли, не покупал на горбушке? Книжки, где берете? Книжки, где берете? Книжки беру, честное слово, в магазине. Ненавижу электронные книги, поэтому для меня существуют эти магазины. В магазине Машкова. Отлегло. А? Отлегло, говорит Слава. Отлегло, да? Подождите, как это называется, книжки беру в магазине? В магазине книжки покупают. Я вот беру, в смысле, покупаю. Покупаю. А можете объяснить, почему именно сейчас этот закон принимается? Я так и не поняла. Послушайте, друзья, вот здесь вот на самом деле произошла смешная история. Дело все в том, что те жалобы, которые, в частности, компании, на которой я имею часть работать, подали на ВКонтакте, готовились примерно три месяца. Потому что в Российской Федерации многое же, в общем, в кривом зеркале отображается. В частности, доказательство того, что ты правообладатель, это история, в принципе, получения прописки в Москве. Пецианер уже упал под колеса того Мерседеса. Вы вместе готовили это направление. Простая, простая и внятная процедура. И когда мы уже отправили все свои, собственно, претензии, выяснилось, что оперные певицы и остальные прочие кинорежиссеры тоже как бы активировались, активизировались, были включены. Поэтому, в общем, мы просто совпали с этим процессом, к закону. А кто от этого больше получит, например, Universal Music или Стас Михайлов от введения этого закона? Я думаю, они скопилируются и получат больше. Если честно, то я думаю, что, во-первых, у Стаса Михайлова и так все хорошо. Но если Стасу Михайлову будет еще лучше, честное слово, нечего на Стаса Михайлова пенять, если с рожей проблемы. Поэтому, собственно, давайте как бы Стасу Михайлову будет хорошо. Можно я не на Стасу Михайлову, а на Пнуна Жан-Люка Гадара чуть-чуть, который сказал, что современный закон о авторских правах ничего к автору не имеет, как бы ничего общего. Это другая история. Мы про воровство, а вы про творчество. Я предлагаю перейти спокойно к извечной российской теме. Халяве. Ура. Итак, следующий ролик у нас в жанре «Нарисучка». Автор Орлуша. Ролик называется... Кстати, вот Орлуша и Кацман хотят назвать этот ролик «Расхалявилось», а мне больше нравится название для этого ролика «Расхалявливание». Давай, Петюнь, что-нибудь пиратское. «Нарисучка». В новостях кошмар и гадство. Уши слушать не хотят. Говорят, что все пиратство в интернете запретят. Книжку «Остров сокровищ» читали давно, где кричал попугай про пиастры, где души и благородство, и самое дно, где картечью стреляющий раструб, где спиною к спине, против сотни врагов. Ядра рвут паруса и канаты. Я не знаю за всех, но поклясться готов. Лично я был всегда за пиратов. Без билета в кино. Без билета в трамвай. Две котлеты утырить в столовке. Заболела училка? Пират, наливай за свободу стакан газировки. И пускай у барыги, что сад сторожит, хватит зла и зарядов из соли. Наше братство при виде его не дрожит. Зад пирата не чувствует боли. Философия эта нам русским близка. Воровству бесшабашному слава. Мы чужое поделим, не дрогнет рука. А добыча пирата — халява. Мы не любим тупых, запретительных слов. Не поставите нас на колени. Мы с эфира ночами писали бетлов. Все запреты нам были до фени. Все с тех пор изменилось. В эпоху продаж запрещается слово бесплатно. Но пирату нельзя запретить абордаж. Неужели кому непонятно? «Ой, воруют!» — вскричала певица Максим. «Закрывайте ВКонтакте соцсетку!» Интернет отвечает. «Хотите таксим?» «Мы вам тоже немалые детки!» Через месяц, а может быть даже скорее, из сети, ухмыляясь угрюмо, выйдут хипстер и гопник, чуваш и еврей, и один депутат Мосгордумы. Им женевских конвенций не любы слова. Слово «торрент» на каждом айпеде. И в какие-то авторов где-то права мы никак, извините, не въедем. Закрываются сайты, откроем еще за пределами нашей державы. Мы, пираты, вовек не подставим плечо, посигнувшим направо халявы. Сериалы снимайте получше, чем там. Мы глядеть иностранных не будем. Ведь никто не качал продолжение к ментам, потому что культурные люди. Вы качаете нефть, вы качаете газ, вы качаете бабки в офшоры. Мы качаем кино, наглядевшись на вас. Но кино мы насмотримся скоро. И тогда вдруг увидят у власти братва, что бесправных у нас миллионы. И тогда мы попросим вернуть нам права на страну и принятие законов. А пока что сердце братское. Ну-ка, запивай, пиратское. Пятнадцать мертвецов на один сериал. Йо-хо-хо. И один ВКонтакте. Ну что, Дмитрий, вот вы думаете, от принятия этого закона что-нибудь реально изменится или как-то все адаптируется? Вот вы знаете, так уж получилось, что музыку из закона исключили. А история возникновения того закона, который прошел второе-третье чтение в Госдуме в прошлую пятницу, штука, в общем, достаточно мутная. Поэтому я бы попросил вас в следующий раз, может быть, позвать кого-то из киношников, потому что мы сами, в принципе, в шоке. У нас здесь есть кинематографисты, вот Николай Федорович. Нет, киношники, я вот имею в виду таких вот котов, как я, бабочки, жирные, как бы щеки большие, очки. Тут как раз рядом кинофестиваль, надо было оттуда сейчас. Да, надо было оттуда, потому что... Там все создатели в основном контент. Вы понимаете, какая история? У нас ведь все-таки мы все гости прекрасного либерального телеканала, и я тоже по своим, собственно, воззрениям человек скорее западной, нежели восточной ориентации. Но давайте все-таки уважать чужую частную собственность. Если человек что-то создал, это не обязательно должен быть нефть и газ, конечно, как вы понимаете, давайте уважать его эту собственность, потому что, собственно, на основе вот уважения к этой собственности, сейчас Лондон, сейчас, подожди минутку, вот, сейчас будет Лондон Коллин, вот, собственно говоря, и выросло то самое общество, которое мы с вами, в общем-то, приподхаиваем, но, по-хорошему, лучше которого пока здесь не придумано. Поэтому выбор-то небольшой, или коммунистическая партия Китая, или, собственно, Тори и Лейбористы. Я вот за вариант Тори и Лейбористы. А демократы и республиканцы? Ну, те же яйца ведь сбоку. Ничего, не закроют нас. Что там Лондон? Я просто хотел сказать, что, на самом деле, я абсолютно согласен с Димой, и я считаю, что любое воровство... Мы почему-то считаем, что кошелек чужой украсть – это воровство, а украсть, там, песню или кино, или еще что-то, это нормально, и мы об этом говорим абсолютно спокойно. Я считаю, что, ну, это нельзя никак разделять, это ровно такое же воровство, как и все остальное. Я согласен с другой стороны, что люди, большинство пользователей того же ВКонтакте, играли по тем правилам, которые им предложили... Опять, можно, ради бога, я переключаю в интернете? Спасибо, как только я всех утомлю, включайте рекламу. На самом деле, никто не борется с пользователем. Любой сайт предусматривает тот функционал, который его, собственно, создатели предусмотрели. Если на сайте можно закачать вашу музыку, вы ее закачаете, поэтому, собственно, все претензии, которые мы, как индустрия, предъявляем конкретным людям. Мы же не предъявляем претензий к курильщикам, потому что они курят, убивают. Владельцам бизнеса, который называется ВКонтакте, 100 миллионов, компания частная, но последние обнародованные цифры, 100 миллионов долларов прибыли на рекламе и использовании юзеров за деньги. Может быть, журнал Forbes меня подправит. Не прибыли, а выручки, но неважно. Я про другое. Вы знаете, я с вами согласна на 146 любимых наших процентов про то, что интеллектуальная собственность – это такой же продукт, как нефть и газ, должно быть оплачено. У меня вопрос. Вот объясните, почему нельзя продавать умно? Почему нельзя продавать песню в iTunes в пакете, так сказать, с диском? Или почему нельзя Blu-ray, покупатель Blu-ray, почему он не может сразу иметь право на ту же песню на своем iPad'е? Или почему… Тот же фильм. Или почему, если я покупаю бумажную книгу, мне в конце концов нельзя дать право… Я же плачу деньги уже за один и тот же продукт. Штрих-код какой-нибудь. Ну, например, QR-код. Я скачиваю эту же книжку бесплатно. Я за нее уже заплатила деньги. Я могу рассказать только про ту часть индустрии, которую я представляю. Ситуация такая. Вот сейчас люди с удовольствием стали снова покупать винил. Они сами за него голосуют рублем. Ну, долларом, фунтом, евро. И люди просят переиздать на виниле, например, те альбомы, которые выходили в эпоху CD, никогда на виниле не издавались. Никто просто так денег тратить не будет. А с точки зрения удобства могу сказать, что музыкальная индустрия, которая предлагает вам кусочек контента 3 минуты на ваш собственный выбор по цене от 14 до 19 рублей в городе Герой Москва, вы, в общем-то, ничего за эти деньги не купите. Я просто приведу пример из медиаиндустрии, из более близкого мне. Вот, например, Financial Times вам не предлагает отдельно покупать газету. Нет, вы можете, если у вас плохо с устным счетом, но в целом так никто не делает. Не предлагает вам покупать отдельно бумажную газету, отдельно подписку на интернет. Ну, люди по-честному один и тот же продукт предлагают вместе и несут это бремя, что, извините, и интернет-сайт надо изготовить за деньги, и бумагу надо напечатать тоже за деньги. Ну, извините, это издержки. А вы говорите, а винил, знаете, вот это заплатите нам за винил, заплатите нам за Blu-ray, и заплатите нам за съемку фильма, и заплатите нам за все. Предлагайте нам умные продукты. Могу предположить, что, наверное, они просили заплатить ВКонтакте, ВКонтакте заплатить отказался, и они придумали закон. А я думаю, что в России все равно все будут тырить, потому что давно об этом говорилось про дороги, остальное и проворуют. И так все оно и продолжается. И я думаю, просто если, например, решить, что сажать всех тех, кто скачивает и вот так вот пользуется, то у нас просто не хватит мест в тюрьмах. Вы как-то удивительны. Вот вы хотите, чтобы демократия была в России, как в Америке, а все остальное, чтобы было, как в России. Так не получится. Нет, дело в том, что невозможно будет посадить всех, потому что тюрьмы и так переполнены коррупционерами и мошенниками. Подождите, вот вам говорят, вот есть продукт, он стоит денег в магазине. Вы говорите, нет, в России должен быть бесплатно. Ну, извините. Я не говорю в России. Я говорю, в России такая страна, что все равно будут тырить. И посадить невозможно, потому что тюрьмы уже заняты. Вы знаете, вот можно мне с точки зрения пользователя, потому что все говорят с точки зрения даже не создателя этой самой интеллектуальной собственности, а с точки зрения тех, кто ее перепродает и получает какую-то прибыль. Я говорю, что я создатель по одной простой причине. Все, что сделано автором, сделано на мои деньги. Автор нищ и беден. Так и должно быть. Это правда. Но для того, чтобы донести то, что сделано им, нужны инвестиции. Поэтому я правообладатель. Ну, я не претендую на лавры творчества. Я про бизнес. Я хочу так, чтобы автор... А я не про бизнес, я про пользователя. А я про тюрьму. А с точки зрения пользователя, это в любом случае борьба с пользователем. Почему? Потому что если у меня нет, как у пользователя, возможности, ну, прямо скажем, украсть, то это значит борьба со мной. Ну, в таким случае мы, в общем, в принципе, в приличной компании прекрасных мировых ритейлеров, потому что вам тоже в магазине не разрешают украсть. Ну, я не знаю про магазин, а вот как пользователь интернета, я всегда воровал и буду воровать. А в магазинах тоже тырят самообслуживание. Подождите, а можно я вас поинтересуюсь, а вы сами себе рубашечку покупали? А что, мало платят вам денег? Что-что? Рубашку сами себе покупали? Да. То есть, а украли или купили все? Ребята, а дайте встрять. Нет, рубашку не украл, но все, что я скачивал в интернете, я ворую. Дайте слово бы. Нет, я просто хочу сказать, что нельзя ставить... А что, а у вас что, мало платят вам, что ли, Архан? Нельзя ставить в один ряд... У меня есть право воровать в интернете. Рубашку нельзя ставить в один ряд с продуктами интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность должна распространяться как можно шире. Будь это стихи, проза, фильм, музыка, это должно быть общим достоянием. Это нельзя даже сравнивать с объектами материальной культуры. Спасибо, Дим. Я вот, я счастлив, когда у меня воруют книги, значит, они нужны. Понимаешь, чем делать? А зарабатываю я другим. Я все время пытаюсь все-таки перевести разговор на тюрьму. Ты компенсируешь премиями. Нет, не поэтому, не поэтому. Я в хорошем, в хорошем смысле про тюрьму хочу. На самом деле, на самом деле, вот все, что вы говорите, и вы в том числе, это дико абсолютно. Почему дико? Ну, я объясню. Не может быть, я продал на тюрьму. Потому что вы продали свою книгу издателю. Издатель вам заплатил и взял вашу книгу, и ее издал. А дальше вы говорите, что? А потом выпускать. Дошли до тюрьмы. Давайте, господа. Я хочу отступиться за тюрьму, потому что в тюрьме, вы говорите, нет места. Есть места, там достаточный мест. Тем более, что сейчас кого-то выпустят. Наша вот когда-то следующая новость, именно освобождение мест в тюрьмах. Сейчас, сейчас, ладно. Этой новостью мы все ждали давно. Мы доспорим в процессе, да. Больше всех, наверное, ее ждали те, кто все-таки в эту тюрьму. Да, речь идет об амнистии за экономические преступления. Причем в разных источниках количество подпадающих под эту амнистию колеблется, так разумно, от 100 тысяч человек до 6 тысяч человек. Зоя, вы же получили премию Amnesty International. Вот кому же никак не вам отвечать? Это та амнистия, которой ждали как бы все. Ну, послушайте, сначала хотели, по-моему, отпустить сколько там? Действительно 100 тысяч человек или больше. А сейчас, насколько я слышала, речь идет о 10 тысячах. Я думаю, что выпустят, дай бог, чтобы 5 тысяч отпустили. Или еще меньше. А на каком этапе произошло сокращение массы амнистируемых? На том этапе, когда Владимир Владимирович познакомился с проектом Амнистии, и когда он, наверное, увидел, что могут выпустить кого-нибудь не того. Кто выйдет? Я думаю, что на этом... Итак, вторая премьера жанра. Догадайтесь сами, кого и не того. Вторая премьера жанра. Бери микрофон, Вася, объявляйтесь. Мы готовили номер самодеятельства в жанре новом «Запой» с Михаилом Ефремовым. В «Запой» со мной ходит Василий Обломов сегодня. Песня называется «Амнистия». Мгновенная амнистия. Музыка. Не думай о спецслужбах свысока, Но жизнь, имея собственное мнение, Менты, прокуратура и СК Любого заберут в одно мгновенье. Из крохотных у них большая ложь. В тома сложились приговоры листья, И ты потом почти полжизни ждешь, Когда она придет, твоя амнистия. Амнистия имеет свой резон. В ней множество подтекстов политических, К примеру, собирается из зон. На волю отпустить экономических, Из сотни тысяч выйдут тысяч шесть. От радости завоет журналистия, И непонятно, то ли она есть, А то ли это для своих амнистия. Она придет большая, как глоток, Глоток желанный пива Жигулевского. Кому-то сократив жестокий слух, Кого-то обойдя, как Ходорковского. Не думай о гаранте свысока, О нем скажу, как о специалистея, Который крутит пальцем у леска. При виде тех, кому нужна амнистия, О жизни нашей власти сериал. Доверил бы писать о гаде Кристия, И чтоб не рой в конце его мечтал. Амнистия, 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 амнистия. Кто автор? Кто написал? Орлов написал. Молодца слушаю. И Вася Буланов и Михаил Ефремов. Что хочешь сказать? Хорошо бы, конечно, даже о такой амнистии, чтобы новость не опровергли, так же, как о девальвации и о увольнении Якунина. Да, я не знаю, под эту амнистию попадает Васильева, который из домашнего ареста ее выпустят из дома, или Навального из-за этой амнистии закроют суд? Вот про Навального могут закрыть? Нет, там условия амнистии составляются так. Под эту амнистию не должны попасть Алексей Навальный, Михаил Кударковский. Это таковы правила. А дальше их надо как-то так сформулировать. Чтобы Васильева попала. Но уже сказали, потому что не попадает, потому что бюджетные средства. А Васильеву никто же пока еще не посадил никуда. Чего амнистию? Амнистия распространяется на тех, кто под следствием. Но давайте посмотрим. У нее своя амнистия. С ней уже ничего не произошло. Да, Зоя, вы хотели что-то сказать? Я хотел сказать, что нужно все-таки увидеть проект закона. Сейчас просто гадаем на кофейной гуще. Ну, вот сказал президент, что нужно это сделать до ухода в отпуск наших народных избранников. До ухода понятно. Нужно просто посмотреть, какие критерии к амнистии применять, к тем, кого будут отпускать. Но вот я могу сказать, что люди на Озоне очень эту амнистию ждут. Вот мне чуть ли не каждый день звонят и спрашивают. Но я пока им ничего сказать не могу. А у меня вот даже не вопрос, что ли, а такая мечта, что предполагаю, не знаю. Вот я помню, в 93-м году, кто вот делал этот... Кого, кого привезти? Как это? Да, ГКЧП. В 91-м. В 91-м году ГКЧП. И в 93-м тоже. Они сидели потом год или там полгода. Все, кто в 93-м вот это там русской самолеты высылал на Кремль. А те там несколько человек, которые на Болотную вышли, они же самолет на Кремль не высылали. И у них приступление еще не экономическое. Может быть, а? Нет? Ну, они же не экономические. А у нас сейчас будет экономическая амнистика. А те, которые самолеты на Кремль, это экономика, конечно. Ну что, тут грустная тема. Грустная. Сейчас будет тема еще грустнее. Еще где грустнее. Нет. Нет, она грустная. Одиночество Путина, Дима, это совсем не веселая тема. А сейчас у нас это? Новостная, да. Как сообщили все мировые СМИ, на саммите Большой Восьмерки, при обсуждении сирийского вопроса, наш президент в одиночку выступил против семерых. То есть он одним махом, семерых побивахом. Отбревахом. Отбревахом или выступахом. Выступахом. Ну, в общем, вопрос, конечно, ко всем. Вот Советский Союз наступал, выступал часто против всего мира, да, там, Мистер Нет, Громыко, там, дальше все это происходило. Опять наступают те же времена или что? Так они не проходили, насколько я понимаю. Нет, ну мы какое-то время все-таки был там... Мы как бы с Америкой, типа, дружили. Он же озвучил лозунг «или нас, или мы». Нет, он озвучил еще лучше тут. И вот цитаты, почему он не может с ними быть. Слова такие. Не стоит поддерживать людей, которые не только убивают своих врагов, но вскрывают их тела и съедают их внутренности на глазах у публики. Как это можно прокомментировать? Это имеет в виду оппозиция сирийская, видимо. Ну да. Ну да, он это говорил Кэмерону, я видел. А что это? А там семь человек из восьми, получается, их поддерживают. То есть, может, нам... Это рок-н-ролл, как мне кажется. Да, Костя, вы держите. В смысле рок-н-ролл? Мне кажется, что это вот такой Владимир Владимирович, он рок-н-ролльщик такой. Чем жестче скажет, вот в Мюнхене он как-то речь сказал. Он... И все так, да, да, все, спокойно, спокойно. Да, отрежет они вырастет, это мы помним. Мы сейчас такого тут натворим. Да, да. Да, конечно, это ужасно. А там я хочу спросить кого-нибудь, кто знает, вот Архана, может быть, или Гегерта, они действительно вскрывают и едят? Или это... Такой случай был, но не стоит полагать, что вот зверствами отличаются только повстанцы. Например, был случай, когда захватили, повстанцы захватили в заложники людей из христианской общины, шли переговоры по обмену, в итоге повстанцы вернули захваченных людей, а их людей, которые захватили та самая община, вернули им пошинкованным в полиэтиленовых пакетах. Так что зверствуют обе стороны, дай Боже. Понятно. Ну что же, я только одно могу сказать. Ролик хочет что-то. Я просто вот подумал, я понимаю, что теперь у нас Владимир Владимирович Путин рассматривается в контексте как один, в принципе. Поэтому ролик в жанре ля-мажор. Петюнь, давай что-нибудь одинокое. Петюнь, давай что-нибудь одинокое. Одиночеству президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина на саммите Большой Восьмерки посовещается. Холодная 8. Одинокая гармонь. Петюня Тихонов. Гляжу в озера Сирии, с Европы связи рву. Зову себя Россию, единственный зову. Зову себя единственный, зову себя родной. Таинственный, воинственный и каждый раз одной. С восьмерками, с шестерками, внутри любой семьи. Всегда кончались стерками сношения мои. Спроси, переспроси меня, душа кровит от ран. Теперь вот это Сирия, а раньше был Иран. Всю жизнь меня бросаете с рождения до Сигин. Володя мой на саммите один, совсем один. Да что ж вы все поджались-то, европские вожди. Как нефть всегда, пожалуйста, а с дружбой обожди. Для вас я хуже щелочи, ужасней кислоты. А я люблю вас, сволочи, люблю я вас, скоты. Вы злой меня не видели, у вас рога во лбу. Засранцы, гады, б***ь. Видала вас гробу отдельная, особая, Как водка или квас, Большая, низколобая, Как мой чиновный класс. Аж трескаюсь от злобы я. Гляни, взорву сейчас. Одна, одна нагромая. Прощайте, пуда вас. Маленькие секреты из творческой кухни. Это что Ефремов так вошел в образ. Первые два дубля не получались, это все было медленно. Когда он реально... Он заорал, его отпаивали потом. Он кричал все про американцев, про Обаму, про гадов. То есть он почувствовал себя Россией. Я вошел в голову в нее. Это реальный антиэмерганизм. В нем совершенно живет с какими-то... Да, с этими, с генами. Да, но хочется эмигрировать просто, когда смотришь. Эмигрировать куда? Туда? Нет, не в Россию, а в Россию. В Россию она защитит. Но вы изменили, у меня лучше было гораздо. У вас рога во лбу, у меня была рифма, что я все-таки вас люблю. Вот это как раз на этом контрасте было гораздо смешнее. Я говорил Орлову и Кацману об этом, а меня не послушали. Да, вот мы художники, они... Цензура либеральная. Это не либеральная цензура, это мейджоры нам говорят. Цензура либеральная. А вот Депардье такие девушки нравятся? Депардье вот такие девушки нравятся. Это он других еще моих не видел. Он еще семерых хочет, насколько я знаю. Он еще пообещал семь граждан принять, так что... На вашем месте я бы не гордился. А может, Сноудену нравятся такие девушки? Сноудену? Но это мы только можем увидеть. Я вот про американизм. Он, вот скажите, он у нас более природный. Американизм или антиамериканизм? Антиамериканизм, конечно, не американ. Он как вот чуть-чуть спичечку, вот чуть-чуть сказать, что плохо. Америку сказать, да, там очень плохо, хотя все до этого, я помню, в 90-х годах все мечтали об этой стране. Это любовь, ненависть такая. Это просто... Одновременно, как в арабском мире, то же самое. Единственная страна, которая играет какую-то роль на Ближнем Востоке, при всех этих воплях всяких зеленых людей, типа Хамаса, Избалы, там, это Соединенные Штаты. Потому что это любовь, ненависть, комплекс неполноценности. К сожалению, в России это то же самое. И мне ужасно жалко, у меня очень много друзей и даже родственники есть в Сирии, мне ужасно жалко то, что там происходит и с той, с другой стороны. Но это мир их просто разделяет. Мы могли бы, и если бы, кстати, это не использовалось бы, если бы в России не было вот этого антиамериканизма, который весь обращен внутрь для создания образа врага. Может быть, и сирийский вопрос иначе бы как-то решался без этой жуткой крови. С разговорами. Да, с какими-то... И доверие было бы. Доверия же нет. Вот в этом одна из главных проблем. А так, конечно, нам, на мой взгляд, нам с Америкой делить нечего. Вы знаете, вот тут есть большая ошибка, что касается Сирии. Полагать, что все, что там случилось, есть результат каких-то игр, там, России, США или еще кого-то. В Сирии все случилось, потому что там был страшный груз своих внутренних проблем. И все внешние игроки, они только вот приложились к тому, что уже было. И на самом деле вот то, что... Мы раздули. На самом деле вот то, с чего все начиналось, давайте свергнем тирана Асада. Это уже ушло в прошлое. Там уже давно идет межобщинная резня, то есть, которая из свержения Асада сначала перешла в конфликт гордой деревни, а потом это уже началась просто страшная межобщинная резня, где ни одну из сторон поддержать невозможно. Да, трудно не согласиться. Но можно пожелать победы обеим сторонам? Давайте пожелаем победы здравому смыслу. Мы хотим спросить, Быков, что ты у тебя как? Ну еще минуточку мне все-таки. А, минуточка, Быкова. Кто посмотрит рекламу на телеканале «Дождь», тот через минуточку послушает Быковой экспромт рекламы на телеканале «Дождь». Продолжение следует. Продолжение следует.